С 1 сентября текущего года горячее питание для всех учащихся начальных классов станет бесплатным. Речь идет о тех школах, в которых есть технические возможности для приготовления полноценных обедов для детей. Остальные школы должны перейти на новую систему до 1 сентября 2023 года. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем окончательном чтении. Готовность региона к реализации закона обсудили сегодня на совещании с участием депутата Госдумы от Ненецкого округа Сергея Коткина, вице-губернатора Натальи Сидоровой, окружных депутатов и координатора партпроекта «Новая школа» Татьяны Бадьян. Встреча состоялась на базе 4-й школы. Ирина Никешина расскажет подробнее. Перед началом совещания делегация во главе Сергеем Коткиным побывала в школьной столовой. По словам директора образовательной организации Веры Кременской, за одну перемену здесь питаются порядка 250 детей. Какое твое самое любимое блюдо? Здесь все. Все нравится? Девчонки, вам нравится школьная еда? Да. А какое любимое блюдо? Что больше всего любите? Кашу. Что? Кашу. Порядка 70% от общего количества учащихся школы питаются в столовой бесплатно. К ним относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных или многодетных семей. Остальные обедают самостоятельно или на условиях софинансирования. Как правило, первые, четвертые классы, начальная школа, они практически питаются 100% организованно. То есть там родители доплачивают, округ доплачивает. То есть вот это софинансирование по этому принципу идет. У старшеклассников, конечно, есть процентов, там может быть процентов около 30, которые питаются самостоятельно. В сутки на одного ребенка горячее питание в школьной столовой обходится семье в 49 рублей. Столько же доплачивает округ. С нового учебного года все учащиеся начальных классов будут питаться бесплатно. Принят федеральный закон по детскому питанию, по начальным классам. Пока что по начальным классам давно мы об этом говорили, предлагалось стакан молока. Но мы всегда наставили на том, что это должен быть не стакан молока, а полноценное горячее питание с горячим вторым, горячий напиток. Поэтому в эту региональную неделю было поручение председателя Государственного Думы федерального собрания с тем, чтобы мы на местах посмотрели готовность региона к полноценному питанию детей, прежде всего начальной классы. Напомню ранее предложение по обеспечению школьников с первого по четвертой классы бесплатным горячим питанием. Послание федеральному собранию огласил глава государства Владимир Путин. Предполагается, что средства на эти цели будут поступать в том числе из федерального бюджета. Впрочем, это не относится к регионам-донорам, в числе которых и Ненецкий округ. Насколько мне известно, акцент Виталиевич Сыбульска и Шеркина в этом плане работают с министром просвещения. Кроме того, подготовлены все письма, и от меня тоже подготовлено письмо на министра. Более того, я общался с заместителем министра Зинкевичем, мы эту тему обсуждали. Насколько мне известно, Голикова дала сейчас поручение проработать эти вопросы и посмотреть в целом, чтобы Ненецкий автономный округ тоже был какой-то федеральный финансированный. Поскольку мы прекрасно понимаем, что мы существенную долю в целом налогов отдаем на федеральный центр. Порядка 100 миллиардов рублей в Архангельскую область. Это огромные суммы. Тем временем в регионе ведется активная работа по подсчету необходимых финансовых средств, которые потребуются на реализацию федерального закона по обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием с нового учебного года. На 4 месяца по предварительным подсчетам потребуется дополнительно в бюджете 25 миллионов рублей. Ну и, соответственно, на год это порядка 55 миллионов рублей. Вопрос будем обсуждать и в дальнейшем. То есть понятно, что начальная школа будет питаться бесплатно. Ну, обсуждаем также питание детей на селе. Ну, эта работа будет продолжена в дальнейшем. Планируется, что поправки в бюджет текущего года могут быть рассмотрены уже в марте. Отмечу, что введение бесплатного горячего питания для школьников первых-четвертых классов будет поэтапным, начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023 года.